Приветствую вас всех, братцы! Мы с вами продолжаем играть в игрушку Fallout New Vegas. Будем бродить сегодня по пустошам New Vegas. Мы вольны уже делать все, что захотим. Обучение по большому счету прошло. Мы помогли жителям Гудк Спрингса отбиться от подрывников. Одному главарю мы вообще вынесли голову. Был в таком шоке. Наверняка не ожидал, что я подбегу так резко и прямо в шею всажу. Так, сейчас нужно в магазинчик заскочить, продать винтовку. У нас их двигатель. Так, не раздражай меня, мне этого лица вообще видеть не хочется. Так как других торгашей тут нет, придется уж тебе впаривать вот эту винтовку. Как трус просидел в то время, как мы отбивались от подрывников. Твоя жопа тоже могла пострадать, между прочим, если бы мы проиграли. Так, табачная жвачка. Ну, увеличит характеристики, поэтому жвачку мы оставим. Так, пульверизатор. На кой хрен нам пульверизатор? Судя по значку, это хлам, который нигде не используется. Простая одежда подрывников мы также выкидываем. Так, из перца можно что-нибудь приготовить. А более чем... Так, это легкая броня, мы надели среднюю броню. Пока еще не знаю, чем пользоваться. Из у нас усостойкий дробовик, который в DLC-шке нам добавился. Жестяная банка. Тоже фигня. Двоенные деньги. Так, стоимость вообще двоенных денег 20. Но так как мы еще не прокачали бартер, поэтому у нас не самые лучшие предложения, сразу скажу. Так, броня, дикаря, это тоже в DLC-шке нам добавился. Бинокль. Так. Вес полтора. Ну, по крайней мере, бинокль мы можем как-то использовать, поэтому было бы странно его продавать. Бесцветный яд ОЗ. Стоп. ОЗ минус 15. Ну, как-то в общем можно бесцветный яд использовать. Даже вне зависимости от того, что он довольно-таки много весит. Нет, давайте два оставим. Так, 40-миллиметровый гранатомет. Блин, мне по крайней мере очень интересно посмотреть, как этот 40-миллиметровый гранатомет действует. Поэтому, ну вот не хочется мне его продавать. Хочешь, что делаете. Так. Да, принимаем предложение. Спасибо, я тебе не скажу. Потому что ты жук. Еще тот. Неприятная личность. Так. Корень зандер. Ментант. Это вообще супер вещь. Так. Чудо-клей. Тоже продаем. Собственно, все. Сиди в своей берлоге, трусище. А я пошел покорять пустоши. Так. У нас, по крайней мере, есть в армии надвинтовка. Огромное количество патронов 5.56 для нее. Поэтому я думаю, что поживем. К тому же у нас огромное количество стимуляторов. Есть докторский саквояж, который позволит нам излечивать поврежденные конечности. Кто не знает, мы играем на хардкоре. Тут усилилась игрушка. Мало того, что уровень сложности тяжел, так еще и хардкор. Такой уровень добавился благодаря DLC-шкам. То есть я все DLC-шки, которые были, установил. Поэтому будет интереснее смотреть даже тем, кто уже прошел Нью-Вегас, то ли и поперек. Так. Что, идем по дороге. И, с одной стороны, по дороге идти безопаснее, потому что нас ни фауна различная не будет так сильно трепать. С другой стороны, райдеры и подрывники будут нас видеть очень хорошо. За счет этого будут нас сфокусить. Так. Что это у нас тут? Ничего интересного, по сути. Телега какая-то. Обычная пустая тележка. Все. Так. Бежим дальше. Можно посмотреть на карту. Куда вообще нам нужно. Передвигаться. Карта мира. Так. Источник Гудк Спрингс. Туда мы бегали уже. Так. Испрятное учреждение НКР. Где к нам презренные отношения, там эти подрывники. Поэтому, естественно, было бы глупо сразу туда бежать. Как-нибудь заглянем обязательно. Крушение в каньоне. Давайте-ка в крушение в каньоне заглянем и в Прим. Это самый ближайший к нам город. Надеюсь, что там... А там... А там есть кто-нибудь из жителей, которые дадут нам задание интересное. Много крышечек. Карму, опять же, почистить. Так. Что там такое у нас? Перед тем, как отправиться в путешествие по пустошам, вы можете изменить характеристики своего персонажа. Да нет, я же не для галочки их выбирал, поэтому мне все устраивает. Ничего менять не будем. Так. Пока все в порядке. Судя по шкале, никаких красных палочек нет. Так, стоп. Это кто такой? Так, никаких, надеюсь, аномалий тут нет, как в Сталкере-то. Так, какой-то простой житель, что ли? Мужик. Привет, ты можешь мне помочь? Что случилось? Мою девушку схватили гекконы, там на горе. Я не могу добраться до нее. Пожалуйста, они убьют ее. Где же она? Иди наверх по тропе, мимо сломанной радиовышки, а затем сверни направо. Она на самом верху. Посмотрим, что я могу сделать. Правда? Спасибо тебе за помощь. Только поторопись, пожалуйста. А ты, герой, что? Твою девушку гекконы сейчас растерзают? А он ходит спокойно такой. Блин. Придурочный. Человечек. Так, ладно. С гекконами мы уже сражались. Знаем их слабое место, поэтому. Поэтому не страшно. К тому же, возможно, девушка поймет, что... Житель Куд Спрингс. Что парень говеный, и может ко мне уйдет. Будем путешествовать вместе. Будет веселее, по крайней мере. Так. На склоне. Где именно на склоне-то? Карта местности нам ни о чем не скажет. Задание. Охренеть заданий. Воссоединение. Экспедиция Добрый Путь. Пустите. Короче, это нам не как задание далось. То есть, просто просьба. Помоги. И все. Потропись, она на гребне, засломана радиовышкой. Мудила, а ты помогать вообще что не будешь? Ты бросишь мою девушку в беде? А ты сам, придурочный, ты брожа. Будешь стоять тут и яйца чесать? Блин, ну какой биздец просто. Ладно, засломана радиовышка. Вот радиовышка. По сути, где-то она тут должна быть, да? Гекконы. Я здесь. Лакомое мяско. Молодой геккон. Получи крит в рожу. Так, обыскать. Шкурка геккона. Ну ладно, пока веса мы можем приносить довольно-таки много, поэтому шкуру можно и собрать. Так, цветок брока. На кой хрен нам этот цветок брока особо непонятно? По крайней мере, порошок целебный какой-то можно сделать. Нас же учили в первой части, что можно добывать, что можно готовить. Снато бе различные. Так, где твоя баба-то вообще? Хоть кричала. Молодой геккон один встретился, вроде засломанной радиовышкой. Так, что-то шорох. Ёкарный бабай. Ни хера себе, да ты меня в западню привел, урод. Так, очков действия очень мало, понятно. Вот, по доброте душевной решил помочь. К чему это все привело, вы видите. Так, статистика снаряжения. Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня может убить. Так, нет, давайте вот эту вот штучку используем. Блин, да какой я снайпер-то вообще? Я вообще не попадаю, это нормально? Отлично. Ну, голубчики, держитесь. Щадить я вас, конечно же, не буду. Фух. Так, ладно. Динамит, конечно, хорошо, 9-млитровая пушка. На, ти мрази, умрите. Я с головой. Поэтому я не буду от вас бегать, я просто заберусь. Э. Какая-то ачивка там. Молодой гикон. Яйцо, яйцо, яйцо. Шкура или яйцо? Вот в чем вопрос. Да е-мое. На тебе. Что-то маленький гремнин. Все. Фух. Патрон мало. Это меня тревожит. Тревожит. Поэтому берем динамит и кидаем нахрен. Че? Так, убивать матерных животных да с радостью. Так, ладно. Принять. Хлобысь. Давай. Молодец. Улетел даже на 5 метров. Отлично. Так. Можно их вообще не обыскивать, блин, в принципе, смысла в этом особо нет. Простишь, наврал. Но надо было выбить гиконов. Теперь я смогу добраться до тайника. Вот только с тобой разберусь. Ах ты падла. Ах ты мудила-то такая. А я ему поверил. На тебе в голову. Все. Урота. Ты еще больше твари, чем я думал. Так, давайте возьмем очки. Одежда из шкуры брамина. Так, вес 2. Стоимость вообще дешевенькая гильза. Так. Окей. Правда, много мы с вами здоровья потратили. Не самая лучшая пушечка, которая стреляет и сразу же перезаряжается. Блин, это, конечно же... Ну ладно, по крайней мере, она уронит больше, чем пистолетик. Поэтому, блин, пули у нас много. У нас есть стимпаков, большое количество. Поэтому сейчас мы их в бой. К тому же, мало ли, мы можем найдем источник воды. Что тут происходило-то такое, а? Капец. Просто кошмар какой-то. То нужно было ему браминов выбить отсюда с моей помощью. Потом тайник забрать. Какой тайник, особо непонятно. Но. Кстати, ну, часть гекконов он все-таки убил. Поэтому хоть чем-то он сгодился. А так еще стимулятор. один бы. Супер стимулятор мы, естественно, припасем. Такого добра, я думаю, что в пустошах очень мало. В каких-нибудь лабораториях. Разве что. Блин. Я же увидел его. Так. Бутылочная крышка, кожаная броня. Ну, теперь-то я не попадусь, ведь. Холодильник. Моис. Моис, это кукурузка. Так. Это еда, по крайней мере. Стейк. Плод банановой юки. Всякого добра сейчас наберем с вами. Так. Старатель. Бутылочная. Довоенная бейсболка. А, давай, одену. Давайте, оденем тебе. Будь модный такой. За километр тебя будут видеть. Благодаря этой дурацкой бейсболке. Эффект. Восприятие плюс один. Плохо, что ли? Ящик с боеприпасами. Отлично. 119 10-ти миллиметровых. А? Вот. Вот оно. Вот оно. Дядь. Камера. А что бы нет? Может, обменяем на что-нибудь? Так, насколько я понял, вот и тайник. Тут, кстати говоря, поспать можно. Да? Ну, давай. Часик-то можно дремануть. Сохранимся заодно. Так. Ну, тут больше ничего и нет. По крайней мере, патроны мы собрали. Уже здорово. Это самое главное. Еще бы стимпаки потом поискать. Так. Стебелек. А, мы собрали уже. Все. Так. Зарядимся. Чтобы было максимальное количество патронов. Блин, она перезаряжается тоже очень долго. Мало того, что каждый выстрел сопровождает. Гильзу нужно выпульнуть. Так. Ну, надеюсь, что больше на меня никаких тварей не нападут. Хотя, я бы так и не... Говорить с тем учетом, что мы сейчас по пустошам. В неизведанном территориям, где может находиться все, что угодно. Вот, кстати говоря. Про что я и говорил-то. Голева, бубо. Ой, бедолячка-то какой. Что, не пробил, что ли? У него что, броня, что ли? Как у Мауса. Охренеть, блин, какие чудеса случаются. 5.56. Не пробил в бошку впритык геккона. Кому скажешь, блин, оборжутся. Хотя бы за счет того, что многие не поймут, кто такой вообще геккон. Какого черта ты по нему стрелял? Маньяк, что ли? Так. Что-то мне это путешествие как-то немножечко начинает напрягать. Вон еще гекконы бегут. Твою ж мать, как вас много. Ой. Бегают и бегают. Ладно, пойдем потихонечку. По дорожке. Ага, радиация. Понял, не дурак. Мы обойдем. Так. Все спокойненько так, не суетясь. Вот так. Ноги береги. Так. Не самое лучшее место, конечно же, чтобы посмотреть карту. Ну, блин. Риск все-таки. Он этот... Должен быть. Так. Блин, вот то, что у меня конечность повреждена, мне это не нравится. Карта мира. Источник. Прим. Крушение в каньоне. Какое-то у нас задание есть связанное с каньоном. Поэтому именно туда мы сейчас почапаем в первую очередь. Так. Так. Гекконы, блин. Твари. Мне патрон на вас жалко, честно. Все равно, что в сталкере птушканом стрелять с калаша. Сейчас, возможно, пробегу. Беспалевно. Может, конечно же, бежать быстрее. Но для этого нужно носить легкую броню. У нас средняя. По крайней мере, она нас защищает лучше. На первых парах... Это самый оптимальный вариант. Потом в дальнейшем, скорее всего, ее броню убраться-то стали возьму. Или анклава. Потому что это имба. Так. Куда-то туда. Так, кыш. Кыш, мразь. Блин, а у меня же мачета есть какая-нибудь. Не, блин. Не самая лучшая идея. Геккон. По-моему, он... Геккон-охотник. Ты же охотник, чувак. Ты же... Охотник. Все, я понял. Охренеть. Офигеть. Их еще и двое. Да, выживание у нас такое, знаете ли. Сумбурное получается. О, крит. Отлично. С одного. Так. Мясо это, конечно же, здорово. Но его нужно жарить на костре. Потому что, если мы съедим такое, конечно же, мы пополним свое здоровье. Но мы облучимся. Это плохо. Так. Ладно. Со здоровьем нужно что-то делать в любом случае. Так, не камильфо. Совсем. Так, мы там какую-то жрачку взяли. Вот видите. Плюс два радиации. Но при этом получим сытость. Перец. Так. Ну почему, перчику. Например. Плод банановой юки, который мы нашли. Вот, потихонечку здоровье устанавливается. Ах ты же, блин, опять ты. Отлично, крит. Молодца, мужик. Отбиваемся пока. Шкура геккона одна. Так. Ну, на первых парах самые такие надоедливые как раз будут гекконы. Потом различные гули. Когти смерти. Я буду вспоминать этот эпизод, когда я дрался с гекконами, с улыбкой. Буду скучать как по школе. В то время как учился в универе. Так, мясо, 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 мясо. Перец. Перец. Стейк из брамина. Ну ладно, облучимся, но по крайней мере, ну чуть-чуть, незначительно. Но зато здоровье больше восстановим. Потому что стимпаков немного. Они очень быстро закончатся. Так, так, мы бежим быстрее. Капитан очевидность в действии. Так. Вы обнаружили несколько локаций. Вы можете быстро перемещаться в любую из них с помощью карты мира. Ну как в обливионе, я помню. Не совсем честно, конечно, поэтому мы пользоваться этой фичей не будем. Мотивировать рацию. Взять ядерные батареи. Ну блин, ребята, это же ядерные, черт возьми, батареи. Эй, меня кто-нибудь слышит? Судя по всему, нет. Отходы электроники стоимостью в одну крышку. Мы можем с такой же уверенностью взять жестяную банку. О, крыш-банчики. Вантуз. Без вантузы, конечно же, никуда. Так. Книга, которая нам расскажет про выживание в пустошах. А как нам она поможет? Выживание увеличено на 3. То есть это не временный эффект. Это, видимо, постоянный. Что здорово. То есть теперь мы дохнуть будем реже. Вообще подыхать нельзя, в принципе. Так, сколько у нас времени-то? Надо бы поспать. Часик 4. Сыпанем как. Пойдем дальше путешествовать. Вы больны. Малое обезвоживание. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Малое обезвоживание это плохо. Источники воды нормальные. Ни поблизости. Так. Сон минус 15. Радиации. Ядер кола, спасай. H2O. Что, мало что ли? А еще? Все равно H2O просит. Ладно. По крайней мере, ядер кола помогает нам со сном бороться. Так что, если мы еще попробуем поспать. Конечно же, место хорошее. Я ничего не говорю. Но. Он будет еще просить есть. Еще просить пить. Так. Красная метка. Геккон охотник. А я охотник на геккон. А! Я не думал, что ты запрыгнешь. Блин. Говорит, бобо мне. И все. Тихо. Блин, я же мог ему в бушку выстрелить. Тихо. Бобо мне. Тварина. Фух. Блин. С этими гекконами и охотниками проблемно сражаться. Они живучие очень. Левел ап. Отлично. Левел ап. Это я люблю. Бартер. Влияет на то, каким ценами вы будете покупать и продавать. В общем случае, чем выше ваш уровень бартер, тем дешевле вам удастся что-то купить. Давайте до 25. Бартер. Выживание. Определяет сколько очков здоровья. Восстанавливает употребляя пищу. Также помогает вам готовить еду у лагерного костра. Так. Два сюда. Два в красноречии. Мало ли кого-нибудь мы встретим тут. Правильно? Так. Медицина. Сталин при спорте на стимуляторах. Режеативность рад и антирада. Было бы, конечно же, хорошо сюда. Оружие и снаряжение в исправности. До 25 добьем. Энергооружие не надо. Так. Ну еще в выживание. И еще в ремонт. Готово. Так. Ну что. Поздравляю, братцы. На третий уровень перешли с горем пополам. Тут уже нас в подручку не вели в Гуд Спрингсе. Тут уже все посерьез. Так. Опять геккон. Одни гекконы кругом. Так. Мне бы надо пойти вот в Прим. Радиостанция «Одинокий волк». Так. Прим это хорошо. Крушение это. Крушение вон там. Ой, ладно. Фулл ХП у нас. Аж 2О горит. Блин. Я понимаю, что ты хочешь пить. Правда, две дядер колы ты выпил. По крайней мере, на время-то должно хватить. Так. Состояние чего у нас такое низкое? Брони, что ли? Так. Никто не бежит сзади. Ладно, крушение крушением. Давайте сначала в Прим зайдем. Потому что туда я не знаю, как тут забраться. Давай, прыгай. Не хочет. Да, пойдем в Прим. Вы делаете глоток из вашей верной фляжки. Ты какого хрена ты вообще ноешь, что тебе пить хочется? Ты же глотки делаешь. Делаешь. Что тебе еще-то? Так. Флаг. Развивается на ветру. Непонятный флаг. За счет этого могут возникнуть проблемы. Какой-то мужик бежит. Вроде не агрессивный. Эй, куда ты прешься? Прим закрыт для посещения. Эй, ты так. Что происходит в Приме? Горд захочет преступниками, забежавшими из тюрьмы. Что дальше по дороге? Жители или убиты, или попрятались. Добавок, тут еще идут две банды рейдеров. Тебе стоит вернуться в Гуд Спрингс, если шкура дорога. А вы разве не должны защищать город и все такое? Мы с удовольствием, но они с дикцией НКР. А даже если мы и были, у нас слишком мало, чтобы защитить их. Так. Почему вы не можете их защищить? У нас нет снаряжения, чтобы справиться с зэками. А если и было бы людей, это все равно мало. И если поговорить с лейтенантом Хейс, он в палатке, дальше по дороге, держись с западной стороны, если не хочешь, чтобы подстрелили. Блин, ребята, я думал, вы посерьезнее все-таки. Даже оружие добыть себе не можете. Ладно. Это место я припоминаю. Единственное место, до которого я смог дойти. Когда первый раз играл. Надо все обрыскать. Да, бандиты это, конечно же, плохо. Потому что у нас мощи для того, чтобы с ними сражаться не так и много. Так, прямо по дороге он говорил, да? Потому что мы сейчас не по дороге идем. Ладно, попробую поговорить с лейтенантом. Если найду, конечно же, этого самого лейтенанта. Он просто тупо ходит, вообще не парясь. Ты самый идеальный мишень, чувак. Как-то мне это неуютно. Автобус разбитый в три без сгиба просто. Ящик с боеприпасами. Но мы, блин, карму свою будем губить. Я этого не хочу. Так, давайте-ка сохранимся на всякий пожарный. Потому что я что-то в себе не уверен, если честно. Так, будем пытаться что-нибудь из этого выудить. Так. Нет, мы прямо уйдем из прима. А надо б на туда. Ладно. Экспресс. Пока нейтрально настроенных людей, кроме этого чувака, не встретили. Наверное, это их флаг, да? НКРовский. Ну, вряд ли бандиты, блин, только захватили город, уже флаг свой натянули. Это что за хрен? Что это было-то? У меня здоровье не убавилось. Дорогу найти не можешь. Дорогу найти не могу. Вообще я не могу. Заблудился. Я первый раз тут хожу. Так, ну тут... Да, их плацдарм. Блокпост они тут соорудили. Я сержант маги, армия Новокалифорнической республики. Пятый батальон первого рода. Если ты хочешь говорить о чем, обратись к лейтенанту Хаеса. Откуда ты уродом, боец? Я-то сам из Хаба, но давно уже не был дома. Это моя вторая командировка. Сержантский ссав вечно по командировкам гоняют. Ну, до свидания. Сэр. Блин, дайте мне хлебнуть. Хлебнуть из гидрантика. Так, ящик для почты. Вот. Палатка лейтенанта Хаеса. Кто из вас лейтенант? Я лейтенант Хаес, армия Новокалифорнической. Понятно, что тебя сюда привело. Что вы здесь делаете? Нас послали сюда, чтобы мы задержали преступников, сбежавших из исправительных учреждений. Как ты видишь, мы не очень хорошо справляемся с тем, с чем должны быть. Так, мы не очень хорошо справляемся с тем, с чем должны. В чем трудности у тебя? С заданиями кихих трудностей. Трудности в том, что у нас не хватает снаряжения. Преступники куда лучше вооружены и организованы, чем сообщала разведка. Я пытался добить подкрепление, да и ружья с патронами не помешали бы. Но черт, дело не движется. Так, что известно о преступниках? Немного они называют себя подрывниками. Видно, потому что в качестве оружия используются взрывчатку, которую применялось для строительных работ. Они действуют, на удивление, организованно, по крайней мере, большинство из них. По счастью, это небольшая группа в городе, кажется, откопалась в основных силах, так что никто не торопится им на помощь. Расскажи мне об этом исправительном учреждении. Большинство называют его ИК-НКР, исправительная колония НКР. Некоторое время на то, что устроили бунт, убили охранников, тех, кто не успел сбежать, и теперь бесчинствуют тут. Так, у меня есть другие вопросы. Время у меня есть, спрашивай. Так, все. Задание какое-нибудь взять можно было. Когда меня сюда назвали, мне казалось, будто больше... Это женщина, что ли? Офигеть. Даже женщина в НКР... Так, тут можно поспать. Круто. Буду знать, что тут у вас можно поспать. Так, тут что? Просто палатка НКР. Кто здесь? Блин, у вас вон ящики с боеприпасами. Какого хрена у вас... Нечем стрелять-то? Просто скажите, что боитесь. Все. Ладно, ничего не остается, кроме того, как попытаться самому разрулить ситуацию. Больше вариантов я не вижу. По крайней мере, у нас есть стимулятор, у нас есть гранатомет даже. С 40-миллиметровый. Есть взрывчатки кучу. Что это такое вообще? Непонятно. Вроде как на мины похоже. Почему у меня здоровье не убавляется, когда я на нее наступаю? Непонятно, собственно. Так, сохраняемся здесь. Я вижу какое-то тело. Мне это тело не нравится. Вряд ли это геккон. Поэтому... Вас не видят. Так, как бомж сейчас по помойкам. Мало ли что выкинули. Так. Пока нас не видят. Это радует. Кружка, пачка сигарет. Все. Что? Стой, я, блин, я по ошибке, блин, беру все. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо, чувак. Опа, сбежавший преступник. Какой ты бородатый. Какой ты бородатый. Все. Что у тебя было там? Монтавшка? Монтавка была всего лишь. 20 баксов. 5,56. Бутылка. Блин, у тебя в армии винтовка была. Какого хрена ты с монтажкой бегаешь? Идиот. Ха-ха-ха, в руку попал. Да это псих. Да он реально псих, он меня покуцал. Круто. Тут, оказывается, можно в руки стрелять, чтобы выбивать оружие. Потрясно. Психу. Так. Отлично. Блин, я по привычке просто на Х нажимаю. Видимо, порой собираю все. Просто все. Так. Два разведчика тут что ли уходило? Один из них контуженный, с монтажкой. Хотя была винтовка. Блин, вот как тут... Ой. Ладно. Казино. Так, давайте в казино зайдем. Как нас тут встретят? Какой сервис-то будет у них? Выпивка, шлюхи, есть? Я не знаю, что придал тебя в прим, малыш. Но, возможно, тебе стоит изменить свой план в городе. Черт, и что потворится. Давай познакомимся. Меня зовут Джон Нэш. Муж Руби Нэш. Хорошо ли, плохо ли, но живу в прим уже 8 лет. Выглядишь неважно. Я торгуюсь, если уж нужно, что-то пошло. Кроме того, я завидую местным отделением Маховского Экспресс. Я курьер Маховского Экспрессу. У меня нет для тебя работы сейчас, извини. Потеряна посылка, которую мне надо было доставить. Я расскажу тебе все, что смогу. У тебя есть распоряжение доставки? Что ты можешь рассказать мне об этом? Показать распоряжение доставки? Так, это тебе дали распоряжение доставить одну из этих посылок. Ведь этот заказ показался мне крайне странным. Но от крышек мы никогда не отказывались. Что было странного в этом заказе? Робот Каввой просил нас нанять 6 курьеров. Каждый из должен был доставить что-то свое. Пару игральных костей, шахту, фигуру и тому подобное. С главного войска сообщали, что оплата за 5 посылок получена. Похоже, именно твоя фишка не дошла до адресата. Конечно, меня чуть не прибили. Первый, которого мы наняли на работу, потом отказался. Вот, праздит. Надеюсь, ему это еще зачтется. Но вот тут на сцену выступаешь ты. Мою посылку украли. Человек в кличном костюме и какие-то бандиты. Они здесь не появлялись? Несколько дней назад один из местных искал припасы недалеко отсюда. Он сказал, что видел Франта в другом костюме с ребятами из шайки Великих Хана. По ним болтали какой-то фишки. Один из них подстрелил меня. Мне надо узнать, как до них добраться. Тебе лучше все расспросить помощника шерифа. Когда они пришли в город, он следил за ним и сделал какие-то записи. Он крутится рядом с Бизоном Стивом, когда заявится твой... Может, он слышал? Понятно, в общем. Мне бы хотелось спросить о другом. Мне все равно нечем заняться. Так. Хотелось бы узнать о посылке. Конечно, расскажу тебе все, что знаю. Ну, собственно, все. О, не с волынами. Такие серьезные ребята. О. Привет, дружище. Добро пожаловать в казино и музей Вики и Вэнс. Кто-то такой. Прим Слим, вновь к вашим услугам. Настоящий ковбой, официальный гид музея и казино Вики и Вэнс. Я-хоу. 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 Понятно, красноречивый малый. Ух ты, блин, машина. Старенькая машина. Здорово. Так, поиграть мы, конечно же, не можем. Тут все в боевом положении. Рубинэш. Привет, что привело тебя в прим? Хотелось бы познакомиться. Я Рубинэш. Рада знакомству. Я и мой муж местный сторожил. Он торговец, а я стою за плитой. Так. Ну и, в общем, понял тебя. Так, нет, украсть мы ничего не будем. Со всеми активными персонажами мы пообщались. Да, тут житель Прима. Житель Прима. И ты снова житель Прима. Понятно. То есть, семейка Нэшов только. Может нам что-то сказать. Ну и робот. Гид. Но гид нам пока не нужен. Возможно, мы еще сюда вернемся. Но прежде нужно избавиться от бандитов. Два их мы уже положили. Надеюсь, у них там не до хрена. Отель Безун Стив. Так, где же у них логово-то? А, все. Я нашел. Выходи давай. Че такой пугливый-то? Так, я вижу. По красной полоске, что он перемещается. Крит урон все из двух стреляет уже. Чувак, тебе не насторожил тот факт, что стрельба у твоего друга отметины на лице остались. Не, все нормально, тогда. Память у вас короткая. Тихо. Все. Goodbye, my love. Так, 9-ти миллиметровки. Гильза, динамит. Динамит с длинным запалом. Все же поинтереснее. Мотофрукт. Очищенная вода, потрясающе. Спасибо тебе, братан. Кем бы ты ни был, я тебя уже люблю. Что у тебя с лицом? Ой-ой-ой. Майор уже в ужасном состоянии, да? Так. Хорошо. Тогда я возьму пистолетик, который в состоянии получше. Вот, по крайней мере, можно будет брать пистики. Так. Вот винтовочка. Не обязательно чинить же, правильно? Так. Вот. То это винтовки в состоянии лучше. Все. Ух ты, нифига себе. Я ему с 9-ти миллиметровки бушку снес. Серьезно. Так. Экран. Может и яркости прибавить. Так будет лучше видно наверняка вам. Так. Преступник. Патроны. Грязная вода. Радиации много, но мы ее очистим. Стимулятор. Мясо от тараканов. Да вы что, больные что ли? Хотя голод не тетка. Голод дядька. Как в рекламке была одна из заколок. Отлично, муравьиное мясо. В крайней мере, еда. Пока ты не начнешь так думать, ты не истинный выживалиц. Сесть. Конечно. Тут враги кругом. А я на диване был сидеть. Дерьмо. Дело плохо. Так. Износосостойкий. Это ли значит то, что ему плевать на износ? Ну блин, это читерское оружие. Ах ты, ага. Вот смотри. Вы гляньте. Че у него такое? Головарь сбежавших преступников. Гуляй. Ни хера себе. Че с ним такое? Че он такое? Так, я валю. Все, меня все устраивает. Все здорово. Все потрясающе. Классный город. Спасибо, что позволили меня здесь погасить. А я пошел в Гуд Спринс. Мне там хорошо. Все спокойно. Меня там любят. Ну ладно, ладно, ладно. Сейчас немножечко переведем дух. Блин, это реально жопа какая-то. Износосостойкий. Блин, это... Придется? Так. Муравьиное мясо давай. Попробуем что-то за хрень. Здоровье, конечно же, не восстановил толком. Что еще тут есть? УЗ плюс один за пять секунд. Ну конечно. Так, УЗ тоже плюс один. Ладно, стимпак. Медицину чуть прокачали, поэтому будет восстанавливать больше. Головарь, давай. Он движется. Что ты базаришь? Подходи давай. Чего? Он типа говорит, да, все, тип-топ. Не ссыть. Давайте-ка тоже скажем, что у нас все хорошо. На! Слови! Как самочувствие? Мои что-то не очень. Так, ну, говорю плохо. На тебе, Главарина! Как тебе понравился свинец? Десятимиллиметровый, между прочим. Да, такой вкусненький. Так. Главарь. Девятимиллиметровый. Так. Че это, че это? Инсинератор? Урон в секунду какой-то низкий. Вес 12. Топливо для огнемета. Так. Шлем с очками. О, отлично. Пустой контейнер. Блин, так ли нужен этот инсинератор? Я думаю, что нет. Топливо возьмем. Мало ли, потом как-нибудь. Так. У этого какая броня-то вообще? Кожаная? Ну. Не серьезно. Так, че за фризы-то такие пошли? Так. Гильза, динамит. Как раз потратил. Девятимиллиметровый патрон. Пистолет состояния вообще замечательного. Так, зачистили ли мы все? Таймер. Так, одежда наемника-ветерана. Легкая броня. Плюс к холодному оружию, плюс к обычному оружию. Ну нет. Не хочу подрывника, чтобы меня посчитали. Грохнули там. Нифига себе. Коровку закололи, гады. Муравейное мясо действие закончилось. А что за действием муравейное мясо? Так. Опа. Ты кто? Помощник Бигл? Ты случайно не собираешься спасти меня? Я бы скрестил пальцы на даче, но руки затекли. Ты должен быть помощником шерифа Бигл? Да, это я. Рад встрече. Я слегка затруднен на положении. Если освободишь меня, я буду очень благодарен. Мне говорили, у тебя могут быть сведения о ханах, которые недавно побывали в городе, и с ними еще был парень в клещеном костюме. Совершенно верно, сэр. Я буду счастлив поделиться информацией, как только вы меня освободите. Так, а знаешь, есть 40. Рассказывай, или останешься здесь подыхать. Ну, кажется, тебе можно доверять. Хорошо, я расскажу, что знаю. Я послушал, что они идут в Новок. Если ты хочешь посоветовать за ним, рекомендую идти по дороге через Ниптон. Пустыня опасна, но я не могу сопровождать тебя, ведь я отвечаю за безопасность жителей Прима. Очень классно отвечаешь. Просто самый лучший шериф в городе. Ладно, я бы был совершенно счастлив. Конечно, все, заткнись. Как-то оказался заложник. Должен признать, что это самый большой провал за всю мою карьеру законника. Дорогники пропадали ночью. Они убили мою сестру и ее мужа, шерифа, прямо в постели. Я в это время спал в участке. Я стал вести за ним скрытое наблюдение, в ожидаемом моменте, чтобы схватить их и арестовать. И записывал все, что увидел. Вы, они обнаружили меня и привели сюда. Радуйся, что выжил сам. Сейчас освобожу тебя. Вот прекрасно. Думаю, я смогу выбраться наружу сам. Тут душновато. Если ты попытаешься удрать, вместо того, чтобы сражаться, и я убью тебя своими руками. Ой, ну, конечно. Я бы не позволил тебе сражаться с моим похитителем с моей стороны. С моей помощью. Ой, без моей помощи. Веди. Я бы не позволил с моей помощью. Все, давай. Вот как круто быть красноречивым меном. Давай. Ну, ты куда стреляешь-то, чувак? Ой, стрелок ворошиловский. Так. Так. О, состояние 9-мм хорошее. Так. Динамит. Одежда. О, стимпак. Отличненько. Так. Ну, ладно. Раз у меня много патронов к 9-мм пистолету, так что все-таки может быть его. Так. Это выкидываем. Это тоже выкидываем. А вот у этих хорошее качество. Так. Старый добрый кольт 19-11. Так, знаешь, по-моему, мы тут все зачистили. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Пожарный кран. Так, у тебя хоть пушка есть? Охренеть. Как ты сражаться собрался? С пакетителями твоими. Так, сейчас посмотрим карту местности. Отель Бизон. Прим. Хорошо. Стой, отель Бизон. Что там? Ядер Клова. Мы еще вроде как не все зачистили-то. Сохранение. Так. Давай, стреляй. Шериф недоделанный. Урона, конечно, наносим. Колоссальное количество с помощью этого 9-мм пистолета. Я помню игру, в которой Коль-19-11 был лучшим стволом короткоствольным. Эх. Было ж время. Так, гильза. Ладно, динамиты и так дохрена. Просто дохрена. Выйти. Так, у меня там шлем есть легкий. Снаряга. Костюмы. Мотоциклетные очки выбрасываем. Кожаная броня выбрасываем. Шлем вот этот. Одежда наемника щеголя. Выбрасываем. Красивенький какой. Так. Ну, все-таки, смотрите, износосустойкий дробовик. Мы в помещениях. Дробовик просто не контрится. Так. Понятно, завал. Тут что у нас? Что у нас тут? Так, давай, чувак, ты там справишься? Ой. На тебе, башкой ты как втяпался. Как ты тупо стреляешь. Так, ладно. 5. 5,56. Все. Блин, старенький дробовичок, конечно. Так. Узэ. Узэ. Ты там не дох, не только. Я ж... Не стой. Ну, хоть помогает. Так. Не стой. Гильза, психо, свежее. Яблоко, стимулятор, отлично. Так. Тихо. Никого. Никого нету дома. Такой конкретный мужик. Я в тебе что-нибудь попадаю, что ли? Зашибись. Он мне монтажкой нанес столько, сколько чел с пистолетом. Так, ну ладно. Стимпак надо все-таки принять. Как-то горячо тут стало. Неплохо. А как он здесь оказался-то, я не пойму. Так, стрелять-то вроде как умеешь. И это приятно. То есть, если бы у нас не было навыка красноречия, нам пришлось бы справляться со всеми этими ублюдками в одиночку. Так, вот. Если бы мы опустили одного из этих двух каторжников, Бигл, возьми оружие. Так. Но у него есть 9-ти миллиметровка-то. Так. Журнал помощника. Не, у него есть все. Винтовку-то ему еще и 5.56 скидывать нет уж. И в парк мы будем. Пойдем. Только не сдохни. Так. Так, там двери уже вприм. Тут у нас что, ничего особого нет, кроме испорченных книг. Вот ОЗ мы можем восстановить, но блин, при этом мы облучимся нехиленько так. Поэтому это глупая идея. Я уже лучевую болезнью одного персонажа заразил. Так. Отлично. Офигеть, какая-то... Не-не-не, я не буду спать на кровати, где труп. Причем этот труп тут уже очень давно. Винт. Очки действия плюс 15. Потрясно. Психо. Две штуки. Как важно быть взломщиком. Кучу всего интересного можно найти. Шкаф. Двоенная шляпа. Двоенные деньги. Восприятие, как я говорю, плюс. Хоккейная маска. Без оружия плюс 5. Ну это для... Ну ладно, попробуем. Может быть, поиграем. За маньяка с мачете. Так, телефон. Ой. Кошмар какой. Ну вроде как мы всех перебили. Бежать-то некуда. Я думаю, засидал где-лим. Не захочется ходить в отель Бизон, если я когда-нибудь отсюда выберусь. Да выберешься, выберешься. Спасибо тебе большое. За что? А, ну за то, что я тебя освободил, да. Но тебе спасибо, что ты мою шкуру прикрывал. Это тоже как бы важно. Очень важно. Так, тут мы были. Все зачистили. В общем-то, пойдем в прим. И куда ты делся? Ух ты, и тут горки. Че, тебе там не нравится? Ты за мной идти-то вообще будешь, нет? Че так медленно? Ладно, пойдем выбираться отсюда. Сейчас посмотрим, у нас вообще... Мы все точно прошли-то. Так, ой, нога. С ногой печально. Так. Ты за мной идешь вообще, нет? Он куда-то самолично идет. Ух, какое было приключение. Мы преподали этим каторжникам уроку, верно? Быть схваченным, освободиться? Нет, я не хочу перемешать твою роль. Конечно, это было захватывающе. Проблема в том, что в приме все еще нет представителей закона. Так что мы будем делать, когда в следующий раз появятся бандиты. Будем стрелять и брать заложников? Можешь рассказать мне о человеке? Так, о чем ты говоришь? Ты же теперь шериф. О нет, я только помощник. Я не могу быть помощником шерифа без шерифа. Это называется субординация. Каковы требования к шерифу? Это должен быть человек такой же храбрый, как ты, но стремящийся к отседлой жизни. Как-нибудь кто-нибудь поселится здесь и будет присматривать за городом. Травильники говорили, что в тюрьме сидит некто Майерс, который когда-либо был шерифом. Есть надежда, что он справится. Другой вариант. НКР, у них тут лагерь. Возможно, они захотят ввести город под свой контроль. Не знаю, почему они до сих пор нам не помогли. Проблема. Так, просьба помощника. Так, я помогу вернуть закон и порядок в пьеме. Ты сделаешь это великолепно, но надо подумать о вопросах для собеседования. Одна из возможностей, шериф, который сидит в тюрьме НКР. Можно попротиворить НКРС через дорогу взять под кровью, хотя у военных свое понимание законов. Вот то-то и оно-то. Поэтому будем Майерса возвалять в следующей части. Он понадежнее будет. Мне кажется, он подхрамывает немножко, да? Да. Время от времени хромает. Ну, ничего. Ничегошеньки. Так. Опа. Что у нас тут? Планшет? Нет. Ячика первой помощи пустая, ячика с инструментами. Да. Что-то вообще печально как-то. Докторский саквояж. Пылесос. 10 килограмм. Ага. Нужен он мне, конечно же, очень сильно. Ну, как-нибудь в следующий раз. Так. Ладно, друзья. На этом, в принципе, можно закончить. Всем спасибо за внимание. До скорых новых ярчайших встреч на просторах Нью-Вегаса. Скоро будем пойдем с вами выручать Майерса из Тюриани. Всем пока.